И где-то вот здесь на Виндавском располагается дом творчества. Он был построен в 1932 году, вернее не построен, а создан на даче театрального деятеля Корша. Первым директором была Серафима Фонская, местная жительница и его невестка. В конце 19 века железная дорога разделила Голицына на две части. За станционной площадью владелец земель князь Дмитрий Голицын решил построить дачные домики. Их облюбовали жители столицы, многих привлекла местная гимназия. Она славилась сильной программой. Такой интерьер был по описанию книги Серафима Ивановны Фонской в Доме творчества. Там было 8 или 9 комнат маленьких. Советские писатели приезжали туда на какой-то отдых и писали в своих комнатах вручную или печатали на машинках. И за белым столом с белой скатертью собирались к вечернему чаю. В 30-х годах центром притяжения становится Дом творчества писателей. Здесь бывали Куприн, Фадеев, Твардовский, Гайдар, Макаренко, Джалиль и, конечно, Марина Цветаева. Марина Цветаева, как жена врага народа, была негативно воспринята в писательском сообществе. Время изменилось и к ней было отрицательное отношение. Ей негде было жить, и она обратилась к Федину, к писателю, руководителю союза писателей, чтобы ее поселили в Дом творчества, так как она в трудном положении. В Голицыно Марина Цветаева мало писала, в основном занималась переводами. Прожила здесь до Великой Отечественной войны. Уже после смерти знаменитой поэтессы, младшая сестра Марины приехала сюда, чтобы найти людей, которые были с ней знакомы, и ее личные вещи. Теперь некоторые из них – часть экспозиции музея-заповедника Пушкина, посвященной Дому творчества. Это часы, которые принадлежали Марине Ивановне и некоторые книги, так как ее чемодан с вещами, ее дневниками, записками и произведениями долго был утрачен. И когда он вернулся, уже Анастасия Ивановна представила некоторые вещи. Скоро в экспозиции музея-заповедника ожидается пополнение. Внучка Анастасии Цветаевой Ольга Трухачева передала в дар книгу своей бабушке с дарственной надписью писательницы. Посмотрите, какая толстая книга. Здесь подробно-подробно с рождения, с 1995-1903 года, воспоминания Анастасии Цветаевой об их жизни. Марина Цветаева прожила в Голицыно с декабря 1939 по июнь 1940 года. Современники вспоминают, в этот период она была молчаливой, общалась с братьями по перу, чаще всего только во время обедов. Одним из самых близких для нее людей стал Андрей Тарковский. Поэтому не случайно, их пребыванию здесь посвящены соседние витрины. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.